Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На острове любви чуть не расстались Ваня Барзиков и Лиза Полыгалова. Барзиков пишет, мы не могли найти общий язык и не смогли найти другого решения, как расстаться. Но благодаря советам ребят, мы услышали друг друга и помирились. Женя Кузин улетал в Москву. Он вел праздники и корпоративы, зарабатывал деньги. 2 января состоялся очередной этап конкурса «Свадьба на миллион». Он был танцевальным. Саша Гозиас и Костя Иванов довольны выступлением. У нас был день, чтобы поставить танец, и мы это сделали. Зал аплодировал стоя. Марина Африкантова и Андрей Чуев поменялись ролями, и они станцевали танец на своей золотой свадьбе. А Саша Артемова, пока Кузин не вернулся на остров, танцевала одна. Мне показалось, я справилась с этим и получила массу эмоций. В интернете гуляют жуткие кадры драки, в которой Костя Иванов избил пьяную Сашу Гозиас. Поклонники просто шокированы. Костя разобрался с явно перебравшей спиртного Сашей. Оказалось, девушка просто не желает снимать куртку, как того требовал Иванов. И не раздумывая, он применил силу. Ника Шукурова пытается активно соблазнить Илью Ябарова, и по ее словам, он тоже с ней заигрывает. Перед Новым годом Ксения Бородина предлагала 300 тысяч Ябарову за то, чтобы он все праздники провел с Никой на поляне. Но Ябаров выбрал поездку в Саранск, к своей любимой Кате Каукман. С Ольгой Бузовой на вечеринке «Дома-2», которая была посвящена Новому году, произошел казус. Бузова забыла о длине своего наряда и так увлеклась танцем, что, сделав крутой оборот, сверкнула белоснежным нижним бельем перед лицами зрителей. Кого-то из поклонников «Дома-2» смутил этот инцидент, а кто-то был доволен и даже захлопал. Алиана Устиненко рассказала подписчикам, как хорошо и необычно для нее она отметила Новый год. «Мы семейно посидели дома, детишки потанцевали и с падушки. А 1 января я встала в 9.30 утра, давно такого не было, старею. Как хорошо не пить, ничего не болит и хорошо себя чувствуешь». Рита Керн рассказала о своих планах. «Самая главная задумка – хочу увеличить грудь, а еще скоро я полечу в Австралию». Ирина Пинчук отметила Новый год на отдыхе в Индии со своим молодым человеком, к которому она ушла с проекта. Она публикует фотографии с отдыха. Ее подписчики радуются за девушку. Молодые, красивые и, самое главное, не в дурке строят любовь. Удачи, ребята!» Вика Романец делится снимками с Антоном Гусевым. Они весело проводят новогодние праздники, катаются на коньках. А Жене Феофилактовой нравится спокойный отдых на Кипре вдвоем с сыном. «Как же мне тут спокойно и хорошо. Надо улететь, жить навсегда за границу», пишет девушка. Элина Корякина вместе со своей дочкой поздравили подписчиков с Новым годом. Мы с принцессой желаем вам счастья, а себе я хочу пожелать снова научиться любить. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.